Доброго дня! Мы из Украины. Значит, решили сейчас покататься по городу Одессы и посмотреть по заправочкам стоимость топлива, горючих смазочных материалов, то есть бензин, дизель. Сейчас в Министерстве экономики Украины опубликовали новую предельную стоимость бензина и дизельного горючего, от которого любые АЗС должны устанавливать свою наценку. Таким образом, максимальная цена на обычный бензин не должна превышать 43 гривны 52 копейки, а за диз топлива 44 гривны 90 копеек. Максимальная наценка на диз топлива 5 гривен, на бензин 4 гривны 55 копеек. Вот мы сейчас и поедем и посмотрим, как же наши бизнесмены, топливные магнаты действуют указанному закону и распоряжению. Сейчас мы заезжаем на заправочку Укрнафты на четвертой станции Большого Фонтана. Топливо здесь, диз топлива по 40 гривен. Да, значит, диз топлива тут по 40 гривен. Бензина нету, сейчас узнаем, что бензина нету. Ну, кстати, дешевле, чем даже установлено. Доброго дня, а бензина же нету? А чему? А когда завезут? Что, другие? Ага, сегодня другие завезут? Добрый, спасибо. Есть только дизельное топливо по 40 гривен. Хотя вчера я здесь заправлялся по 34,50. То есть буквально за одну ночь поднялось на 5 гривен 50 копеек. Так, 92-й, 43 гривны, дизеля нету, плюс дизель 47, плюс 5-й, 47. Почему по карточкам по 44,90, а по 46? Потому что это топливо для клинического транспорта. Скорые, пожарные, полиция, хлебные машины. Для такого транспорта. Я же говорю, им нет только безналичный расчет. Топливные карты или того. То есть, пожалуйста, для спецтранспорта, скорой, полиции, пожарных, для военных, пожалуйста, по установленным ценам Министерства экономики. А для граждан, вот, хотите, 47 гривен. Ладно, эта заправка была ОКО. Поедем дальше. Так, сейчас мы подъезжаем на заправочку Сакар. Ну, здесь цены бьют рекорды. А что-то тут не ценный, чего они ехали. А дизель есть? А какую цену? 49. 49 гривен, это какой? Это нано или что-то? Да. А обычный дизель? У нас обычный, это нано. А экстра 30? А экстра 30. Скажите, у меня такой вопрос. Ну, газные средства экономики Украины, они опубликовали новую предельную стоимость, даже бензинового топлива. Это обычный топлива, у нас брендовая. 44,90 гривен должна быть. Это обычный топлива, у нас все топливо брендовое. Что значит брендовое? Бренд СК? Да. Ага. За 49 гривен. А бензин у вас почувствует? Пятый. Пятого у нас нет. Второй? Второго тоже у нас нет. Только пятый. Брендовый. 48,99 гривен. Проверно. Спасибо большое себе. Это вообще смешно. То есть, бренд, то есть, обычный дизель, только бренд Сакар. То есть, мы Сакар, значит, он у нас будет стоить 49 гривен. Ну, это самая дорогая заправка, считается, в городе. Ну, бренд, бренд Сакар. Что тут такого? Топливо обычное. Такое же, как и на Воке, и на Укарнафте. Цена 49 гривен. Я понял, там, наверное, их не брендированный бензин, вот этот, нано. Он, наверное, чистит всю топливную систему, там, форсунки, свечи вообще. То есть, на СТО можно никогда не ездить. Просто вот заправляешься по полтиннику за литр и катаешься. Вечно. Так, ну, вот мы видим заправку АМИК или АМИК. Ну, у них тоже цена 44,90. И даже 92, даже 43 просто. Без рекомендованный 43,52. То есть, даже дешевле, чем рекомендованный. А дизель 44,90. Итог такой. Мы объездили заправки основные в городе Одессе. Вок, Саккар, Укарнафта, АМИК. И еще заправочка такая, на Красного. Значит, итог, что самый дорогой бензин, прикрываясь типа Бренд, 49 гривен, 47 гривен. Это на Саккаре. ОКО чуть-чуть похитрее сделали. Типа, я так понимаю, что топливо одной марки. Даже взять дизельное. Но по ценам, установленным кабинетом министром, они продают только спецмашинам, скорой помощи, пожарникам, полиция, военные. Гражданам они предлагают, просто добавили к названию дизель плюс, по 47 гривен. Ну, кто самый правильный, это ВОК. У них все в пределах именно допустимо. Дешевле на Укарнафте. Ну, и аммиак тоже в пределах допустимого. То есть, ну, как бы, все. Всем мира и добра. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok